А мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. Местами плюс 18, плюс 23. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 26-28 градусов тепла. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Это лучший подарок, о котором они могли только мечтать. Напомню, что средства социальной выплаты могут быть направлены на приобретение жилого помещения в сельской местности, строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства или на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. 76 лет Великой Победе. Все мы знаем, какие жертвы пришлось принести нашему народу в этой войне. В дело победы свою лепту внесли и славные сыны Карачаева Черкесии. Сегодня в нашей программе мы расскажем о выдающемся полководце, генерале-полковнике и дипломате Салтане Кюкезовиче Магометове. О жизненном и боевом пути генерала Магометова в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаева расскажет библиотекарь читательного зала детского отделения Карачаевской городской библиотеки Раиса Чумаева. Сейчас я уступаю место в нашей гостиной. Доброе утро всем. Доброе утро, Раиса Азретовна. Я очень рада видеть вас у нас в гостях, потому что каждый раз, когда вы приходите к нам на записи, на нашу студию, на нашу программу, вы всегда рассказываете очень интересные факты, потому что вы много-много лет работаете в библиотеке. Вот месяц июнь, он ознаменован тем, что печальной датой для нашего всего народа, тем, что 22 июня началась Великая Отечественная война. Миллионы наших граждан воевали с фашистами, в том числе и наши жители, жители Карачаева-Черкесии. Среди тех, кто победил эту, как говорится, коричневую чуму, был наш земляк, великий полководец, генерал-полковник Султан Кикюзович Магометов. И я знаю, что вы много лет собираете о нем материал. Хотелось бы немножко узнать у вас о том, каков же был этот путь его военный. И насколько я знаю, он прошел четыре войны. Расскажите, пожалуйста. Войнская биография генерала-полковника Султана Кикюзовича Магометова начиналась в годы финской кампании и Великой Отечественной войны, которую он прошел от первых и до последних месяцев и был награжден за свои подвиги боевыми орденами и медалями. Она продолжалась в аудиториях военных академий, на полигонах Германской Демократической Республики и Забайкалия. Она проходила в горячих точках в Сирии, в Афганистане, где генерал-полковник Магометов возглавлял военные дипломатические миссии. Богатый фронтовой и жизненный опыт Султана Кикюзовича, обширные знания и организаторские способности помогали ему преодолевать тяжелые и грозные испытания, находить общий язык с коллегами и подчиненными. Он бережно относился к окружайшему миру и к людям, был чрезвычайно требователен к себе, но чутким к чужой беде и боли. Генерал-полковник Магомедов служил Отечеству образцово. Он проходил службу не где-то в удобном для него месте, он служил в самых горячих точках, и везде он показывал образцы мужества, выносливости, храбрости. Султан Кикюзович – человек огромного масштаба, волевой, сильный, выдержанный, трудолюбивый, компетентный, высокий профессионал. Его имя стоит в одном ряду с именами крупных военачальников Советского Союза, славных сынов нашего Великого Отечества. Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды и многие другие награды нашей страны и правительственные награды ряда зарубежных стран стали признанием его профессиональных и человеческих заслуг перед Родиной, перед мировым сообществом в деле сохранения безопасности мира на земле. Своей безупрочной военной и дипломатической службой, человеческими поступками, всей своей жизнью Султан Кикюзович заслужил светлую память, как достойный сын не только карачаевского народа и всей нашей страны, как выдающийся военачальник Советской Армии, как всесторонне развитая личность, человек с большой буквы и носитель высоких нравственных идеалов и принципов. В 1980 году за успешное выполнение боевых задач командование ограниченного контингента советских войск в Афганистане представляло Султана Кикюзовича к званию Героя Советского Союза. Он, как главный военный советник, должен был ознакомиться и согласовать список награждаемых, но, будучи высоконравственным человеком, вычеркнул свою фамилию из списка представляемых к награждению. Ну вот за этими фактами я поняла, что он прошел Финскую войну, Великую Отечественную войну, Афганистан и Сирию. При этом он был величайшим дипломатом, это мы все знаем. А память его как увековечена в нашей республике? Учитывая большие заслуги Султана Кикюзовича Магометова перед отчизной и в целях увековечения его имени, незабываемым символом, примером патриотического, интернационального, гражданского воспитания новых поколений, был установлен бюст генерал-полковника Магометова на могиле. В музее памятника защитникам перевалов Кавказа открыта экспозиция, посвященная генералу-полковнику Магометову Султану Кикюзовичу. Присвоено имя Султана Кикюзовича Магометова средней школе номер 5 города Карачаевского. Переименована улица Ленинградская города Карачаевска улицу генерала Магометова. Также одна из вершин у аула Хурзук названа именем генерала-полковника Магометова Султана Кикюзовича. Тропинками сквозь даль простертыми, в горах рожденные мужчины должны живыми или мертвыми мы возвращаться на вершины. Расул Гамзатов. Да, Расул Гамзатов. Расул Гамзатов. Я знаю, что о Султане Кикюзовиче много писали, много публиковалась о нем всякая информация, но я знаю, что наш очень талантливый поэт Азамат Суюнчев посвятил ему свои стихи. Вы их подготовили? Да. Если можно, прочитайте. Азамат Суюнчев. Возвращение орла памяти султана Магометова. Твои прошли младые годы, не зная мирной тишины, во имя счастья всех народов четыре яростных войны. Тебе знакомы пули финнов, морозы зимнею порой, пути кровавые к Берлину в борьбе с коричневой чумой. Ты испытал и дым Востока, огни сирийской стороны, неся достойно долг высокий, посла своей родной страны. Ты пролетел над Гиндекушем с отрытым сердцем и лицом, не раз в думу пылали тучи под огненным твоим крылом. Хранят российские просторы, орла Эльбрусского полет, вернулся он в ротные горы, с вершин которых начал взлет. И вот однажды принимая парад от наполчан в строю, поник лицом перед горами, как воин падает в бою. Объехав шир земного шара, избрал он горы, словно храм, хранимая в боях пожарах, он сердце уронил в горах. О, Родина, ты даришь мир нам, героев славных тыс страна, порой судьба сынов любимых такая тонкая струна. Как точно смог передать Азамат Суюнчев образ этого, без сомнения, великого полководца. А я, в свою очередь, благодарю вас за полную информацию и желаю вам дальнейшего успеха в работе. Спасибо вам. С начала этого года в республике прошли мастер-классы ведущих артистов оперного пения. Состоялся концерт симфонического оркестра филиала «Мэри Инги» во Владикавказе с участием победителей международного конкурса имени Чайковского. Работа Министерства культуры по развитию в нашем регионе высокого искусства продолжается. В скором времени у нас впервые появится камерный оркестр. Об этом рассказал руководитель ведомства Зурапа Гербов. Наша первоочередная цель в развитии классической музыки – это создание у нас камерного оркестра. Если у нас не будет камерного оркестра, это примерно 15 музыкантов, то говорить о серьезном аккомпанементе нашим вокалистам, говорить о том, что можно играть классическую серьезную музыку, конечно, невозможно. Те коллективы, которые у нас есть сейчас, это и ансамбль «Джан Клэйч», это и группа «Вдохновение», они, конечно, вносят свой вклад в развитие классической культуры, но очевидно, что коррективность трех-четырех человек недостаточно, чтобы создавать большой мощный продукт. Поэтому мы сейчас думаем над объединением этого ресурса, думаем, как нам в новом оркестре, а мы предполагаем, что это будет на первом этапе экспериментальный оркестр, где мы будем смотреть, а как нам сочетать то, что уже есть, с новыми ребятами, которые отучились в консерваториях, в высших учебных соведениях Маслы, Санкт-Петербурга, имеют даже опыт работы в других оркестрах, как их можно сочетать вместе с нашими мастерами, которые по 40-50 лет занимаются классической музыкой, но, к сожалению, не имеют возможности это вывести на достойный уровень здесь в республике, не имели такой возможности раньше. Вот сейчас такая задача перед нами стоит – создать камерную оркестру. Поэт, прозаик, драматург, автор и исполнитель более 600 песен Альберт Узденов отмечен Орденом Дружбы Народов в конкурсе «Парад литератур». На протяжении многих лет Альберт Магомедович успешно совмещает творческую деятельность с должностью руководителя газеты «Карачай». Он во многом является примером для подражания. На примере таких людей растет достойное поколение. Цель фестиваля – пропаганда отечественного искусства, всех видов творчества и признания заслуг выдающихся людей, много сделавших для гуманитарной сферы. Альберт Узденов отмечен Орденом Дружбы Народов за укрепление межнациональной дружбы и пропаганду непроходящих духовных ценностей народов Российской Федерации. В начале месяца пришкольные лагеря распахнули свои гостеприимные двери для девчонок и мальчишек. В нем дают возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Об одном дне из жизни пришкольного лагеря «Солнечный город» в 19-й гимназии Черкеска расскажет Альбина Ламкова. Доброе утро! Хочу сказать, что в пришкольном лагере 19-й гимназии атмосфера легкая и добрая. Здесь проводятся разнообразные мероприятия. А какие и насколько они интересны, мы сейчас узнаем. Очень нравится в этой школе, в этом лагере. Мы каждый раз готовим сценки, учим стихи, играем. Тут очень весело. Все дружелюбные мы. Мне нравится в лагере то, что мы рассказываем сказки разные по ролям и играем на физкультуре. Ребята во время спортивных игр с головой погружаются в жизнь школьного лагеря «Солнечный город». В нем царит атмосфера здорового соревновательного азарта и веселья. Каждый старается, чтобы его команда стала лучшей. Работа школьного лагеря «Солнечный город» 19-й гимназии стартовала 7 июня. В нем 140 человек с 1 по 4 классы. Они поделены на 6 отрядов. В лагере дети не скучают. Смена в нем начинается в 8 утра и заканчивается в 3 часа дня. Для детей предусмотрено двухразовое питание в столовой. Обязательно в рационе фрукты, овощи и сладости. Еда в лагере отличная, судя по тому, как ребята аппетитно кушают. В школьном лагере мы смотрели, чтобы в большинстве детей были из малоимущих, малообеспеченных и детей, у которых тяжелые семейные ситуации. Когда мы составляли план мероприятий, мы акцентировали внимание на то, чтобы работа шла по следующим направлениям. Это оздоровительное, познавательное и спортивное. В нашем пришкольном лагере будет работать технопарк «Кванториум». Ни один день в лагере не проходит без интересных мероприятий. Каждый раз новые впечатления. Квесты, викторины, экскурсии, конкурсы, концерты, спортивные состязания. И это далеко не полный перечень увлекательных событий. В лагере очень весело и познавательно. У нас бывают дискотеки. Когда мы ходим на физкультуру, мы там играем в разные игры. Мы на физкультуре занимаемся спортивными играми. В нашем лагере очень хорошо. Мы плаваем, рисуем. Нам всегда весело. И мы лучшие друзья. За это время в лагере я подружилась с девочками. Дружусь с очень многими ребятами. На улице каждую зарядку у нас играет музыка. Всегда весело. Не бывает скучно. Я хотела бы провести все это лето здесь. Действительно, с тем, что такое скука, дети не знакомы. Быть здоровым – здорово. Тема всегда актуальна. Для ребят ее раскрывают в игровой форме. Воспитателям помогают вожаты. Они еще совсем юные, но, несмотря на возраст, серьезно относятся к доверенному им делу. Вожатым мне понравилось быть. Я хотел бы в следующем году побыть вожатым. Мне понравилось. То есть я узнал, как дети себя ведут, можно так сказать. Чем они увлекаются. И даже немного побыл тоже ребенком рядом с ними. Дети нас очень любят. Мы с ними играем, развлекаем их. Строим. Они веселятся, радуются. Дети после активных игр спешат в бассейн на секцию плавания «Юный пловец». Девчонки-мальчишки любят воду и с большим удовольствием проводят в ней время. Больше всего мне нравится в лагере плавать в бассейне, потому что можно тренировать быстроту плавания, и можно научиться плавать. И когда ты с семьей едешь на море, можно показать, чему ты научился. В кабинете изобразительного искусства дети самозабвенно рисуют. Преподает это мастерство Марина Фролова. Невооруженным взглядом видно, как учитель любит детей. Она обучает их не просто рисовать. На предмете изучают виды и жанры изобразительного искусства, историю их возникновения, влияние на культуру. Позволяя увидеть народов мира, позволяя увидеть через призму искусства то самое важное, что нас объединяет – язык искусства. Потому что на языке искусства говорят все, и переводчика здесь не нужно. Увидев картину, увидят солнце, все поймут, что это солнце. Увидев дождь, все поймут, что это дождь. Увидев улыбку, все знают, что это радость. И это все объединяется в этом многогранном предмете, как изобразительное искусство. В свободное время я и занимаюсь рисованием. Мне больше всего нравится рисовать природу, и иногда даже человека. Мария Ивановна научила меня больше рисовать с натуры. Мне очень нравится этот предмет, и я буду продолжать в том же духе. Вот так увлекательно и насыщенно проходит каждый день в пришкольном лагере. Дети проводят время в кругу друзей, общаясь друг с другом и занимаясь любимым делом. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Обрадовали юные футболисты. Воспитанники спортшколы номер 2 Черкеска выиграли футбольный турнир Кубок Черноморья 2021. Юные футболисты, которых тренирует саппар Казаков, взяли золото турнира. Другая команда из Черкеска «Ларус», также представляющая спортшколу номер 2, завоевала бронзу соревнований. Тренирует ребят Муса Мазуков, лучшим вратарем турнира признан Беслан Чучуев, лучшим полузащитником Азамата Джибеков, а лучшим игроком турнира Павел Бойченко. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»